МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К дочери не пущу. Нечего ей душу травить. Одна она хочет побывать. Отравить меня захотела змея. Ну что там, мужики? Кого? Идем дальше, не расслабляемся. Каждая минута на счету. Никто не расслабляется. Молодец, Витя. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сейчас, голубка моя, почти готова Добавил DimaTorzok Пей. Горячо? Курька. Пойди, ночью-то сладко было. Сейчас еще пошепчу над тобой, потом в баньку поведу. Сережа, ну ты сам подумай, зачем мне было писать тебе о таком? Наверное, в тюрьме и без меня проблем хватало. А, нет, что ты, там в санатории трехразовое питание, прогулки, культурные мероприятия. Сережа, ну да, я виновата, но я хотела как лучше, я просто искала подходящий момент, чтобы это было менее травматично для тебя и для меня, кстати, тоже. Ну что ты так смотришь? Я действительно измучилась, а после этой идиотской сцены у нас дома... Серега? Обалдеть. Вот так сюрприз. Тебя досрочно выпустили, что ли? Ага. Хорошо себя вел. Стасик, а кто там? Сережа. Я... Мы тебя не ждали. Да я понял уже. Юля, ты что, Сережа не написала, что мы поженились? Ты же обещала вроде. Ну, заходи, гостем будешь. Да давай выпьем, расслабимся, посидим, поговорим. Да не о чем говорить. Серега, ну что ты как маленький, слышно? Будь счастлив. Сюда. Зачем приехала? Чтобы все объяснить. Объяснила? Все, можешь возвращаться домой. Ну, сейчас ехать уже поздно. И пока я дотащусь до райцентра, наверное, ночь уже будет. И гостиницы там приличной нет. И поезда ходят два раза в неделю. Сережа, можно я у тебя останусь? У меня здесь не люксовый отель. Завтра кого-нибудь найду, тебя отвезут. Да. И при матери никаких личных разговоров. Мам. А? А что? Что ты хотел? У меня там коллега приехала. Коллега? В такую даль? Мима проезжала по делам. Так ведь ее ж надо с дороги-то покормить. Ну, сиди-сиди, я все приготовлю. Не беспокойся. Через 20 минут жду на ужин. Приходи. Сейчас, сейчас все выпарим, выгоним. Будет у нас, Ксенишка, чиста, как утренняя, роса, куста, как высохший колодец. А? А пар сегодня крепкий. Ты что там притихла? А? Ты у меня там не угорела? Юля, а какая у вас специальность? Анестезиолог. Ой, это очень сложная профессия. Я слышала, на операции анестезиолог важнее хирурга. Я бы так не сказала. Тут важно взаимопонимание между хирургом и анестезиологом. Очень важно, чтобы чувствовали друг друга. На каждом своя ответственность. Ой, я совсем забыла. Так разволновалась. Подарки. Вот, Мария Степановна, это вам. Ну как-то неудобно. Ну, у нас не принято ездить в гости с пустыми руками. А, Сережа, тебе тоже подарок. Вот. Узнаешь свои инструменты? А, есть еще кое-что. Мы вот всем отделением скинулись. Вот. Это для тебя. Сережа, надо дать какую-то копеечку Юле. Почему? Примета такая. Нельзя острые предметы дарить и... Деньги лучше со стола убрать. Тоже примета такая? Ну, конечно. Конверт забери. Мне деньги не нужны. Есть еще одна примета. Когда дарят от чистого сердца, нельзя отказываться. Понятно. А что ж мы чай-то не пьем? Ксюш! А что такое происходит-то? Я тебе звоню, ты мне отвечаешь, а? Ты чего? Максим. Вечером на наше место не приходишь? Не надо. А что случилось-то? Я прошу тебя не надо. Ксюш, не надо, подожди. Да ты объясни, что я не так делаю. Это Ксюш. Это же я. Ксюш. Ксюш. Ты нашел место, где мне допрос ушрали. Ну, стой. Ты что бросить меня решила? Ты нашла время. У меня же батя помер. Ксюш, не без твоей ласки. Сейчас просто смеешься. Ксюш. Любимая. Любимая. Ксюш. Ксюш, я не вижу, что разлепила. Посмотри на меня. Посмотри, соскучился. Страшно. Ксюш. Хорошо тебя. Меня дома ждать. Ксюш. Да просто... Самогон! Ты что разлавился? Пап, кто там? Мама пришла? Нет. А ты что раздетая ходишь? Иди домой. Ну вот, узнаем им всех же. Моя девочка. Любимая мама. Валь, на штрюку. Не до тебя сейчас. Псюш. Псюш. Ты черный варос. А что ж ты вияжь-то? А видела бы ты, Галюня, какой черенщик красивый родился. Видно, какой-то редкой красоты к телок родился, раз так наклюкался. А вот ж на все-таки своими ногами доходишь. Ой, Галка, вот за что тебя люблю, это за твое понимание. Ай, черный варос, а что ж ты вияжься, а вот моя у голубава. Хороший мужик, Галюч, но тяжелый. Люблю тебя, Галка. Люблю. Оставь. Я сама уберу. Пойду воздухом подошу. А мы с Юленькой посидим. Да, Юленька? Поболтаем. Юля, значит, вы с Сергеем работали в одном отделении? Да. И вот по-дружески приехали навестить его. Ну, не совсем по-дружески. Я догадалась. Не первый год на свете живу. Юля, Юля, вы что-нибудь знаете про ту операцию, после которой Сережу осудили? я там была. Расскажите, что там случилось? Я не могу Сережу об этом спрашивать. парня тяжелого к нам привезли из тупой травмы живота после аварии. Там счет шел на часы, но Сережа сказал немедленно готовить к операции. Вы должны его спасти. Это мой единственный сын. Позовите главного хирурга. Я хочу, чтобы Фетченко оперировал Артема. Фетченко на конференции в другом городе. Выдите, пожалуйста, вы нам мешаете. Нет. Еще не хватало, чтобы моего ребенка угробил непонятно кто. послушайте. Доктор Иванов отличный специалист. Артему нужен лучший. Сергей, ему хуже. Нужно срочно начинать. Немедленно уходить. Я никуда не уйду. Моего сына будет, например, только лучший хирург Москвы. Но нет главного. Вызывайте из другой клиники. Ну, вызывайте, вызывайте. Берите, где хотите, ищите. Мне нужен самый лучший, самый опытный, фригарми, профессор-академик. Ну, ну. Я заплачу. Ваш сын умирает. Ему срочно нужна помощь. У нас нету времени. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Несмотря на сопротивление отца и потерянное время, Серёжа всё-таки настоял на операции. Там по-другому поступить было просто невозможно. Не понимаю, что происходит, Серёжа. Вы должны срочно выходить из живота. Делаем. Серёжа, сердце остановилось. Серёжа. Видимо. Серёжа. Что? Мы не успели спасти Артёма. Что? Что ты сказал? Что значит не успели? Ты ублюдок. Что значит не успели? Я тебя спрашиваю. Вот твари. Угробили мне сына. Ты, гнида, за всё ответишь. Я тебя засажу, тварь. Ты будешь за решёткой гнить. Ты понял? Я тебя прошу зато уйти. А я что? Артём наркоманом был. А Щеглов, отец его, отнимал у нас время. Его сын умирал, а он мешал начать операцию. Если бы у меня была возможность тщательно смотреть парня, прежде чем вводить наркоз. у него между пальцами на ноге гематома была от шприца. Но мы это выяснили только после смерти. От гематомы начался тромбоз во время операции. Нужно было срочно вводить антикоагулянты. Но я же этого не знала. Ведь на глаз же не определишь. Я думаю, я думаю, что Серёжа спас бы его. Ну, а потом начался дурдом. Щеглов поднял всех на уши. Обвинил в смерти сына меня, Серёжу. Подал в суд. А Серёжа на допросе взял всю вину на себя. Не хотел, чтобы меня тоже посадили. Я пыталась его как-то защитить. Объяснить всё на суде. Но это было бесполезно. Он вас любил? Я думаю, да. И я его тоже. Серёжа? Прости. Я хотела знать. Да я уже понял, мам. Надо было самому тебе всё рассказать. КОНЕЦ Мария! Где твой сын? Что случилось? У Симы роды начались. Я вызвал скорую, но она будет ехать часа три, если не больше. А сам я боюсь ее в райцентр везти. Не волнуйся. Воды отошли? Да вроде да. А ну я же не специалист по этой части. Я готов. Поехали. Сережа? Да я здесь фельдшером. Я с тобой. Зачем? Второй доктор лишним не будет. Привет. Привет. Что это? Сюрприз. Ужин приготовила тебе. Ужин? Анна Михайловна, сразу видно, что ты обделена мужским вниманием. А я-то знаю, как тяжело человеку со сломанной рукой по хозяйству управляться. У меня когда-то перелом со смещением был. Можно сказать, боевое ранение. У меня связки порваны. Тем более. Ты понюхай, а? Молодая картошечка с укропом. По маминому секретному рецепту. Вкусно пахнет. Давай тарелки на стол накрывать, а то остынет. Анют, ты не волнуйся, я без злого умысла. Накормлю тебя ужином и пойду домой спать. Давай. Берой Козелир. Доченька, потерпи. Сейчас доктор придет. Ну, ну, ну. Ой, Сережа, как хорошо. А то мы не знаем, что делать. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я коллега Сергея из Москвы. Из Москвы. Время между схватками засекали? Нет, а мы не знали. Ладно, разберемся. Ну, привет. Давай. Дыши часто и быстро. Не задерживай дыхание. Вот так вот, да. Молодец. Молодец. С малышом все в порядке. Он готов. А ты, юная мать? Нет. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Эй, обратного пути нет. Я буду здесь с тобой. Рядом. Давай. Слушай, что я буду говорить. Внимательно. Да? Вот так давай. Дыши, как я говорю. Вот так, да. Так. Быстро и часто. Чай будешь? Отравить меня захотела змея. Чего? Видел я, как ты к этой ведьме ходила. Зелье у нее брала. Прям хочешь, чтобы я сгинул. Ты чё? Ты чё несешь-то? Знаю я, чем эта Евдокия занимается. Ванька Сапунов после ее отравы помер. Жена его, Танька, потом в церковь ходила, свечки ставила, грехи отмаливала. Жена его, Танька, как Евдокия, ходила за зеленью, чтобы он как раз пить перестал. Угу. Вот он и перестал. Навсегда. Хочешь, чтобы я тоже? Чтобы руки у тебя развязались. Свободу захотелось понюхать. Угу. Угу. Совсем до чертиков допился. Лучше б я застрелился. Мне Надюху жалко. Да не за отравой я к ней ходила. Голова болит, мигрени меня мучают. Если вы будете ругаться, я убегу в лес так далеко, что меня никто не найдет. Дочка, мы... Ты что, мы с мамой просто так общаемся? И рождет твое выброшу в речку. Ну, девочка моя. Давай, соберись, и сейчас нужно будет еще раз тужиться. Нет, не могу. Надо! Ну что? Надо было смолу у нее в расцепности. Скорая сломалась, только что звонили. Петя, ну что же делать, как быть? Как тебе? Папа, уйди отсюда! Давайте выйдите отсюда, воздухом подышите, проветрите. И вы тоже. Давайте, 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 давайте. Выходим, выходим все. Пойдем. Может, оставьте. Так, давай. Эй, тю-тю-тю-тю. Че, отдохнула? Давай. А теперь соберись, возьми всю Олю в кулак и помоги мне помочь тебе. И ребенку своему помоги. Давай! Давай! Ещё! Молодец, молодец! Давай! Давай! И ещё! Ещё! Давай! Представить не могла, что ты так вкусно готовишь. Ну, ты много ещё обо мне не знаешь. Анюта, у тебя выпить ничего нет? Да нет, ты не подумай, я не алкаш какой. Просто день у меня сегодня такой. Грустный. Мама умерла в этот день несколько лет назад. Светлый был человек, добрый. Учительница работала, как и ты. Расскажи мне про неё. Да она и не мать не была. Ну, в смысле, не родная. Мои родители погибли, когда я ещё пешком под стол ходил. Разбились на машине. Евгения Семёновна меня к себе взяла. Иначе попал бы я в детский дом. Она приютила, воспитала, научила всему. За многое ей благодарен. Светлая память твоей маме. Какая разница, родная, не родная. Не в этом же дело. Ты правильно сказала. Всё дело в любви. А её Евгения Семёновна много было. Дима, Дима Васильевна. Девочка моя, давай, соберись, соберись. Молодец. Я не могу, я не могу, боюсь. Дыши, 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 я тебя прошу. Не могу, не получается у меня. У тебя всё получится. Вот уже головка появилась. Я не хочу, не хочу, ничего, не хочу. Серёж, что мы делать будем? У нас времени немного осталось. Сам знаю. Так, хорошая, Ная. Давай, ты сейчас последний рывок, соберись, а я тебе немного помогу. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Давай, Семочка, соберись силами. Сейчас будем тушиться. Глубокий вдох. Молодец. Чего? Хорошо с тобой, Анна Павловна. Уютно. Какое-то забытое ощущение дома. Как ты думаешь, получилась бы у нас с тобой семья? Андрей, ты опять в своем? Ну а что? Глупо как-то время тратиться. Жизнь пролетает, молодость уходит. Мы все хороводы водим. Непонятно зачем. Ты сейчас вилки на дыр дотрешь. Да. Спасибо тебе за вкусный ужин. Милый получился вечер. Теперь давай по домам, да? Я хотела завтра пораньше встать. Понятно. Пацан, богатырь, красавец какой. Милый. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Слушайте, ну я просто восхищен. В этих условиях провести такие сложные роды. Да вы просто гений какой-то. Ты обыкновенный рядовой врач. Ну не скажите. Я за свою практику такого насмотрелся. Привозишь пациента в больницу и оставить им боишься. А уж что по деревням творится, так волосы дымом встают. И кто этих фельдшеров учит, спрашивается. Вот, я тут все написал. Госпитализировать не будем, а? Там вроде смысла нет. Ну вот и я так думаю. Швы вы наложили. Ребеночек в порядке. Так пускай уж лучше тут под вашим присмотром будет, чем в районном роддоме. Ладно, пойду. У нас еще вызов в соседней деревне, а бригад всего две. Всего две бригады? Ну а вы как думали? Мы еще весь райцентр обслуживаем. Я уж забыл, когда нормально спал. Уплотнение. Или как его там, не к ночи будет помянуто. Ладно. Рад был познакомиться с вами, коллеги. Сереженька, спасибо тебе большое. Дай бог тебе здоровья. И всего самого-самого хорошего. И вам спасибо. Я только ассистировала. Ну что же, это тоже важно. Ангелина Захаровна, присмотритесь за внуком. Симе сейчас будет тяжело. Конечно, конечно. А как же? Сережа, тебе в благодарности так сказать. Нет, это моя работа. Ты бери, не отказывайся. Не богач не бойся. Возьми. Это, нам, 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 нам это твой пункт, как его, фельдшерский. Да. Вот, я тоже подключусь, если что. Если вопрос, какие там медикаменты, инструменты, то обращайся, решим. Петя поможет. Ладно. Ой, ну я побежала. Все, пока. Федор Петрович. Да. А Сима нормально перенесла беременность? Да, вроде без проблем, а что? Мне показалось, она как-то странно себя чувствовала. Это может быть началом послеродовой депрессии, но обычно это начинается на второй, третий день, а тут что-то другое. Ты, Сережа, вот что, ты не бери в голову то, что не следует. Родила, спасибо тебе. А женские дела, их же не поймешь. Ну, дочь, может быть, перетрудилась немножко, сил много отдала. Мы справимся, не волнуйся. Я завтра зайду. Нет, не стоит. У тебя и так дел полно. Я сам тебя найду, если что. Сереж, ты чего? Да нет, ничего. Да, здесь по утрам прохладнее, чем в городе. В городе асфальт тепло накапливается, дома бетонные. Здесь природа все дышит. Накинь. Спасибо. Сереж, ты же понимаешь, что это противозаконно, да? Роды принимать, швы накладывать. Если кто-то узнает, тебя отстранят навсегда. Знаю. И продолжаешь это делать? Ты даже должен людей лечить, пока они врача не нашли. Они и не будут никого искать, потому что им удобно, что ты здесь. Давай закроем этот разговор. Я знаю, что я делаю. А все-таки что-то в этом есть. Раннее утро. Ты. Я. Как раньше, да? Нет. Раннее утро. А где мы будем спать? Мама уже постелила. Ты здесь, я к себе. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Дорогой мой любимый Сереженька. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Мама уже постелила. Тише. Тише. Я здесь. Успокойся. Тихо. Все хорошо. Я здесь. С тобой. Все. Все хорошо. 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 Фу на тебя. Ой, тоже мне умник нашелся. Понятливый. Пошла ты! Сам туда иди. Ты это, Светлана тоже? Чего? Чего придираешься? Я еще и виновата. Товар приняла? Приняла Вот расставляй Че, баба Мила, ты затарилась? Затарилась Иди домой, тебе что это, театр что ли? Баба Мила, иди, а Килограмм печенья, будьте добры Ой, спасибо, сынок Что-то еще сделать, мама? Ой, магазин надо Ну, это я сама потом Ну, садись, у меня уже все готово Садись завтрак Скажи Калиба твоя, она с нами есть будет? Или К обеду проснется? Не знаю, пусть спит Как проснется, сама разберется Кашку себе сделает Не мое дело, сынок На деревне Все на виду Долго твоя гостья будет у нас Перед людьми неудобно Ни жена, ни невеста Сегодня уедет Я ее не гоню Но только я вижу То сам не свой перед ней Смуту она наводит, вот Можно Доброе утро Так уж почти день Юля, вы простите Мы не знали, когда вы проснетесь Поэтому не стали вас ждать к завтраку Ничего страшного, Мария Степановна Не беспокойтесь Тем более, что я ладью все равно не ем А чего так? Они сахар повышают Поэтому и вам не советую увлекаться Мам, все полезно в небольших количествах Это лучше, чем голодание Чай полезен? Дарит тебе чай Будет ли песен? Мам, садись, пойдем Надо будет сегодня к этим зайти Как их фамилия? Проведать малыша Да? Сереж Не волнуйся Я зайду Что будет водителя найти, чтобы на вокзал отвез? Ты вещи собрала? Сначала мы поговорим Да, в магазин сходим и поговорим Мам, а ты пока подумай, что купить А я пойду переоденусь Я долгое время в себя не могла прийти, когда тебя посадили Места себе не находила Думала, с ума сойду А Стас, он все время был рядом Он поддерживал Помогал Я понял Пожалуйста Подожди, я хочу, чтобы ты знал всю правду Это важно для меня Это важно для меня В какой-то момент мне даже показалось, что я влюбилась в него А ты уверена, что это нужно меня слушать? Я быстро поняла, что это ошибка Хотела с ним расстаться Но выяснилось, что... Что я беременна В общем, расписались С ребенком не вышло Выкидыш Ну, продолжали как-то жить Хотя счастьем это трудно было назвать Тут еще Стас начал меня ревновать Ну, Стасу я наворола, что написала тебе прощальное письмо А сама только и думала о твоем освобождении Ты же и сама-то знаешь Я писала тебе об этом Я уже не знаю, чему верить Я же здесь С тобой Это мы и верим Сереж Я без тебя в Москву не поеду Потому что я жить без тебя не могу Я люблю тебя Наверное, это красиво звучит Но иначе я сказать не могу А как же, можешь? Разведусь Меня там ничего не держит И я скажу ему честно, что люблю тебя Вот и все Завязывал бы ты, Коля Организм-то не железный Долбанет рано или поздно Мало не покажется Это же хорошо, если сразу помрешь А если долго мучиться? Боишься, что не сможешь бросить инвалида? За тебя просто волнуюсь Как ты в Лешку-то? Ни бэ, ни мэ, ни кукаре А? Ксюх Я все сделаю И пить брошу И работу хорошую найду И любить тебя буду до гробовой доски Ты только не бросай меня Сдохну я без тебя Сдохну я без тебя Без надежки Здравствуйте Спасибо Потихонечку привыкаю к полуинвалидной жизни Непривычно Ну, через месяц станете уже активным гражданином Сереж Ты не представишь нас? Анна Юля Коллега Бывшая Из Москвы Сереж Ты участкового не видел? В сторону Горыныча направлялся Что случилось? Ребенок пропал Как пропал? Вот так У меня внука посетили Не трогай меня! Семочка, доченька Ну, не надо! За что? За что? Девочка, боже! Сема! Девочка моя! А вы зачем здесь? Походите! Походите! Все никого не кушайте! Тихо, тихо, тихо Бойц, он пойдет Найдется Он обязательно найдется Я тебе обещаю Пойдем, моя девочка Пойдем 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 Все, как хорошо Семена, хорошо Петр Петрович А как вы обнаружили, что ребенок пропал? Я в райцентр по делам ездил Вернулся А тут Ангелина в слезах Сима в истерике бьется Жена сказала, что уложила внука Сама рядом прилегла Проснулась А малыша нет А Сима где была? Пока и трудно еще управляться С ребеночком Опыта нет Потом стресс После родов Так что жена пока с ним возится Петр Петрович У вас кровь на голове? Да ерунда Сцепила, где-то В такой ситуации Полбашки снесет И не замечешь Давайте обработав Аспереки съесть? Оставь Само заживет Мне нужно поговорить Симой Мне беспокоит ее состояние Да что у вас за врачей Манера такая? Че, что болезнь Сразу искать? Девочки ребенка украли Ты понимаешь, что это такое? Человеческий фактор Сострадание Тебе знакомо это? Так что давай Оставь нас У меня нервы на пределе И все-таки я настаиваю Симе требуется помощь Ты у себя дома будешь настаивать А здесь я решаю Да? Аж вы После родовые тоже Вы будете обрабатывать? Ничего Ангелина справится А не справится Бабку и Ведокию позовем Петр Петрович Вы же умный человек Вы хотите, чтобы Симу лечила какая-то старуха? М? Шептала заговоры И зелье заваривала Вы в своем уме? Ты меня жизни не учи Я наученный Разберусь Мне все главное Внука найти Так что Иди давай Хороший парень Это Иванов Да больно любит В чужие дела соваться Ты не думаешь Что Сима Сама могла избавиться От ребенка? Родители ее покрывают Что? В таком нестабильном состоянии Молодые матери бывают Непредсказуемы Ну не настолько же Иногда я думаю, Сереж Что ты плохо знаешь женщин Иногда я тоже так думаю Но не в случае с Симой Тут что-то другое Я уверен буду разбираться Будем Юля Ты сегодня уезжаешь в Москву Этот вопрос решен окончательно И без поворот Сережа Ты зря тратишь время А ты изменился Но мне это даже нравится Я ведь тоже не та, что раньше Если бы ты дал мне шанс Мы могли бы Нет Не могли бы Анна А мы тебя в библиотеке ищем Как рука? Нормальная рука Письмо опять пришло из управы Че, денег не дают? Нет у них денег на детский клуб Ну как я сюда детей приведу? Ну ничего Слушай, как-нибудь разрешится Надюшу, оставлю тебя, ладно? Конечно Ксения Хотела с тобой поговорить Поговорим Попозже, ладно? Сейчас дела Давай, после клуба домой Ты чего сегодня такая мучеливая? Настояние такое Ну, моя бывает Чем займемся? Будем рисовать или сказки почитаем? Нет, в сказках только вранье А не как в жизни Лучше порисуем День добрый, Анна Михайловна Привет Мы тут с Надей Рисуем проект нового клуба Жаль, что Все это останется в наших мечтах В найденных рисунках Опять отказ пришел? Пишут, что детей в деревне мало Недлика в ремонт делать Так у нас и эти дети разбегутся Что ж теперь Ну, плевать на всех Раз их мало Разберемся Это вам Ну, для поправки настроения И для натюрморта так сказать Спасибо Андрей Витальевич Ничего, ничего Я с одной проблемой решу И сразу Клубом займусь У Осташковых Младенец пропал Как это пропал? Какой ужас Чуть-чуть Сужезно, Тейна Ищем Хочу мужиков С лесопилки привлечь Ну, чтобы они своих Не из деревни Должны найти Не зря же я тут К вам приставлен Ничего Все найдем, все поправим Выше нос, девчонки Ладно Ладно Дам тебе отвар Из горца И лаврового листа Подействует Должно Выпьешь Потом я тебе помну Живот И снова в баньку Выскочит Выбрали? Или наизусть Хотите выучить? Было бы Из чего выбирать Ну, у нас не столица Что привезли Там мы и рады Да-да, я заметила Тяжело вам тут живется А вам легко? Ну, у нас трудности Другого характера Зато не скучаем Ну, у нас тоже весело Да Ну, а если вам скучно Можете сходить в клуб Там музыка Караоке Ну, а вообще Мы никого не держим Спасибо Я учту Покупать что-нибудь будете? Спасибо Спасибо Покупать что-нибудь Субтитры сделал DimaTorzok До свидания, Анна Михайловна. До свидания. Завтра еще приходите, ребят. Ага. Да я уже что-то клево. Ну так, нормально. Наденька, тебя проводить? Нет, сама дай. Мне мама разрешает. Я что, взрослая? Ну да. Давай. Пока. Да. Растяжение связок. Сережа лечил. Угу. Он высококлассный врач. Талантливый хирург. Мы здесь это уже все оценили. Жалко только, что вот свой талант здесь зарывает. У него могло бы быть большое будущее, а он тут себя губит. Ну ничего, я надеюсь, смогу уговорить его уехать. Ему в Москву нужно. Пусть он сам это решает. Это его дело. Извините. 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 Мне надо дойти. Всего доброго. До свидания. До свидания. Осторожно, доченька. Да, дело не шуточное. Да. По-хорошему, семье нужны серьезные препараты. А их и без рецепта не отпускают. И я не силен в психиатрии. Ребенок пропал. Я понял тебя, понял. Мы с тобой потом это обсудим. Иди по печику. Иди, иди. Что случилось, что она хотела сказать? Да, ничего особенного. Просто девочка эмоционально переживает за Сим. Знаешь что, дам я тебе травок. Объясню, как ими пользоваться. Но учти, это ведь все только верхушка айсберга. Смотреть-то надо по-хорошему в корень. Эй, подвезти, красавица. Куда едем? А то, может, прокатимся с ветерком, покажу тебе наши достопримечательности. Давай. 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 В общем, сделай все, как я сказал, ничего не забудь. С травами нужно быть и осторожным, и бережливым. Потому как они и вылечить могут, но могут и убить. Понял. Она хочет, чтобы ты передал эту куклу Серафиме. Марьяна сама ее сделала. Обязательно. Красота. А то. Пойдем. Ой. Прошу. Прошу. Благодарю. Природа это, конечно, хорошо. Но если каждый день скучно, в деревне одни старики. А где ты девушек себе находишь? Дурында. С девушкой вообще проблем нету. Зайди в любой клуб, на дискотеку. Там баба с бабой танцует. А потому что мужиков нормальных нет. Зайдешь так, поглазеть, на тебя сразу три телочки бросаются. Оп. Ммм. А что ж ты тогда здесь со мной гуляешь? Отрывался бы с телочками. Мне в радость не с ними развлекаться. Попал я как кур во щип. Втерился. А она замужем. И мужа бросать не собирается. А вот меня, похоже, решила бросить. Ну так ты борись за нее. Женщинам нужны поступки, а не сопли. Покажи ей, как она тебе нужна. А? А сильно тебе Иванов показал, как ты ему нужна? Однако ты сюда приперлась, в Москву свою бросила. А он для этого ничего не сделал. Почему? Дурочка, потому что вот и приперлась. Пап, а мы квест сочиняли у тети Ани. Там были взрослые ребята, но меня тоже туда приняли. Хорошо. А где мама? Вот это ты у нее спроси, где ее все время носит! А ты чего такой злой? Голова болит. Надюш, иди. Посмотри, есть ли у самогона вода в миске. И он так скулит. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что там, мужики? Никого. Идем дальше, не расслабляемся. Каждая минута на счету. Никто не расслабляется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слыхала? Чего? У синки-то с Ташкой, говорят, ребенок пропал. Господь с тобой. А вот Господь не Господь. А слухи ходят, что она сама от него исполнить. Батюшки, грех-то какой. Вот и я там уже. Здравствуйте. Траву возьму, а к дочери не пущу. Нечего ей душу травить. Одна она хочет побыть. Петр Петрович, я должен хотя бы швы снять с ними. Я все-таки врач. Не надо свистеть про швы. Еще вопрос какой-то врач. За что срок дали? За что дали, зато уже отсидел. Пропустите меня. Как-то странно вы изменились после пропажи внука. К симе не пускаете, в поисках участия не принимаете. Подозрительно? Это дело сугубо семейное. Не хочу выносить ссор из избы. А-а-а. А я уж подумал что-то другое. Неожиданный отъезд в город, якобы по делам. Рана на голове. С чего бы это, Петр Петрович? Все? Да. Все? Ух ты. Здравствуйте, тёсьма! Здравствуй! А чё это такое, а? Чего? Вы чё одна вёдра тяжёлые носите, а? Ой, да ну. Что? Давайте сюда. Чё, сын не мог что-ли с утра доносить-то? Спасибо, спасибо, Вась. А ты зря на Серёгу. Он с утра ещё воды натаскал. Да я стирку затеяла, вот вода и закончилась. Ясно. Вась! Чё? Ну, ты чё, никак детские обиды не забудешь. Ну, вам пора бы помириться с Сергеем. Разберёмся. Вася. Всё. Чего? Ты не злись на Сергея за отца. Он сделал всё, что мог. Угу. Ладно. Покидо. А что у него с отцом случилось? Да на днях помер. Инфаркт. Сергей хотел помочь, но… Мария Степановна, вы понимаете, что Серёжа не имеет права лечить? Его могут привлечь к ответственности за это. Это серьёзные вещи. А вы всю деревню на это глаза закрываете, бегаете к нему постоянно за помощью. Мой сын-то взрослый человек. И он понимает, что делает. Пообещай мне, что будешь делать всё то, что я тебе сказал. Ты можешь мне доверять. Знаешь, что такое врачебная тайна? Примерно. Это означает, что всё то, о чём мы здесь с тобой говорим, останется между нами. Можно я задам тебе вопрос? Мне это необходимо для того, чтобы понять, как тебе помочь. Ты хотела этого ребёнка? Кто такой Тимофей? Нет, нет, нет. Я не хочу. Я не могу об этом говорить. Не хочешь, не надо. Эй. Не волнуйся. Одна очень хорошая девушка попросила, чтоб я тебе это передал. Мне? Угу. Откуда она меня знает? Вы ей что-то рассказали? Я просто сказал, что у меня есть знакомая. Которая сейчас очень непрост. Ну да, он же может быстро умереть, если его не найдут. Ему нужно материнское молоко. И поэтому нам нужно замутить свой поисковой отряд. Круто. Я тоже с вами. А ты сопля чего подслушиваешь? Иди домой, не доросла ещё. Сам ты сопля. Зачем ты так с ней? Потому что нефиг. Мелкая она ещё. И что? Всё равно так нельзя. Давай, догони её. Поиграй с ней в куличики. Ну хватит. Миш, здесь план поиска. Есть. Короче, смотрите. Сначала нам нужно прошарить лес. Найти там какие-нибудь улики. Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пальцами шевелить можете? Пока не очень. Дальше будет лучше. Спасибо, что зашли проведать. Ну я должен был убедиться, что рука идёт на поправку. Можно вопрос? Как получилось, что вы порвали связки? Да, чем вам это? Главное же, что рука заживает, правильно? Это лично, это касается дорогой для меня семьи, так что давайте не будем. Папа. Папочка, тебе плохо? Что ж ты понял? Папа. Папочка, тебе плохо? Что ж ты боёшь? Папа. Мама, папа лежит на полу, молчит. Ему плохо. Мила, иди к Ане. Иди к Ане. Иди, я разберусь. Сергей, а что там с ребенком Симы? Не нашли? Уже в курсе. Шестковый проболтался. Деревня? Тут сложно от кого-то что-то скрыть. Уже все об этом говорят. Нет, пока не нашли. Встречный вопрос. Вы знаете, кто такой Тимофей? Кто-то из окружения Осташковых? Да, есть такой Тимофей. Работает на Осташковых. Не из местных. Помогал мне в библиотеке прибить полки. А что? Тетя Аня, папа умирает. Слышь? Коля! Да очнись же ты! Коля! 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 Мария Степановна, вы меня простите, но вам последить бы за своим питанием. Для очистки сосудов хорошо посидеть на диете. Каша на воде, нежирный кефир, много чистой воды. Диета меня все равно не спасет. А так, хоть какое-то удовольствие. Почему вы не хотите в Москву? У нас хорошие врачи. Отличный стационар. А Сережа? Сережу возьмут снова на работу? Это вопрос сложный. Но здесь ему свой талант зарывать точно нельзя. У него золотые руки. Я думаю нанять хорошего адвоката, чтобы обжаловать запрет на медицинскую практику. Я буду бороться за него. А что ж ты раньше-то не боролась? Ты зачем паленую водку пил, друг мой? М? Надо промывать. А это больно? Анна, сбегайте к Горынычу. Пусть зайдет в фельдшерский пункт и капельницу принесет. Ключи у него есть. И Надю, заберите с собой. Пойдем, надо вымешать. Отравила меня, змея? Не зря к старушке ходила. Кто тебя травил-то? Кто тебя травил? Что ты ничем? Сам нажал по-своему самогону на меня. Я теперь поклёп позволю. Так. Это, конечно, не так вкусно, как водочка. Но придется потерпеть, если жить хочешь. Давай. Давай. Еще. Да. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Скоро ты сейчас не дождёшься. Дай бог, к завтрашнему вечеру только приедет, а она к тебе. Нечего и думать, надо Василия звать. Я тоже помогу. Подстрахую. Да, нужно просить Василия. Вверх. Блин, беги сюда. Давай. Ой, аккуратно. Бери руку. Осторожно. Тихо, голову не разбей, Сим. Держи. Придержи. Ты чего же мне сама-то не позвонила? Я вообще не хотела тебя беспокоить. Сам понимаешь. Ноги. Ты перестань. Если для тебя что угодно. Это не для меня, для мужа. Держи я там. Не хочу. Всё будет хорошо. С твоим мужем. Вась. Чего? Не лихать сейчас уда. Тихо. Не лихать. ük ж... 힘�костив. Ура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое за Николая еще раз. Спасибо. Спасибо. Надя уснула. Хорошо. Можешь мне объяснить, что с тобой происходит? Я думала, ты сама догадалась. Ты все-таки сделала это? Кто тебя в больницу возил? Не ездила я никуда. Какие-то такие ходила. Ты что, с ума сошла? Что она с тобой делала? Рассказывай. Надьку разбудишь. Ничего. Травки просто заварила какие-то. Ваня парила. Все. Ты бы я делала себя в зеркало, но тебе лица нет. Я тебя умоляю, поезжай в больницу. Панику не разводи. И такие не в первый раз это делают. Знают, чего к чему. К Иланову хотя бы обратись. Пусть он проверит, что все идет как надо. Я за тебя боюсь. Знаю, за кого ты боишься. А ты не боишься за нее? Не говори никому. Иланову тем более. Ничего. Я сама справлюсь. Почему ты не уехала? Ты знаешь почему. Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Да понимаешь, дело не в том, простил я тебя или нет. А в чем тогда? Как будто бы что-то оборвалось внутри. Знаешь, как лампочку выкрутили. Но не мог же ты меня раслюбить в один миг. Так же не бывает. Получается, что бывает. Когда я был там, мне казалось, все так же ничего не поменялось. Когда я вышел, мне все изменилось. Видимо, так бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Пожалуйста. 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 Давай хотя бы попробуем. Пожалуйста. Давай дать им друг другу шансы. Сережа. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Как спал? Как обычно. Спасибо. Какие планы на сегодня? Рабочие. О! О, всем доброго здравия, приятного аппетита. Горыныч, посадись с нами, позавтракаешь. Не, я сыт. Меня Галка так с утра накормила, еле дышу. Серега, пойдем, мне тебе про Кули надо рассказать. А я как раз собирался к тебе зайти. Пойдем побеседуем. Мам, яичница удалась. Да, у вас... Пришлось, конечно, повозиться. Сам понимаешь, ночь. А в отделении только дежурный врач. Да и тот только из института. Физораствор с тресолями отличить не может. Ну, где ты видела-то? Я, конечно, покомандовал, чтобы Кольку-то пристроили. Рассказал им, что-то как-то его лечить. Тебе с животных на людей пора переходить. Не, мне животинка интереснее. Они, они лучше человека, а главное, благодарнее. Ты ему иголку в бок вставляешь, а он тебе руки после этого лежит. А где ты такой среди людей видел? А, про Кольку-то. Короче, я с ним посидел несколько часов. Смотрю, он уже так вот приходит в себя. Живучий дьявол такой. Я думаю, не сегодня, а завтра только выпустит его. Это хорошо. Ага. Ириныч. Чего? Спросить тебя хотел. Ага. Ты, Тимофеев, знаешь, на Осташковой работает? Да, есть такой. В бригаде на лицепилке работает. А что? Информацию у меня собрали. Так я могу это с мужиками покалякать, потрындеть. У меня там знакомые на лицепилке есть. Надо? Нет. Не надо. Ладно. Если что, я сам. Пойдем сам. Ладно. Пойдем сюда. Ладно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дружище, поговорить хотела. Насчет работы, то идти не коммерть к бригадиру. Да нет, я про другое. Извини, беда у нас не до тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что там, скорая? Дозвонился? Дозвонился. Да пока не дает, помрет он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не на дыма воды. Я врач. Что произошло? Лес грузили, брюном задело. Ребро сломано, осколок легкое попало. Диматоракс. Нужен нож, спирт и какая-нибудь трубка. Можно шариковую ручку, но лучше трубку и быстро. Ага. Дыши коротко, не пытайся сделать глубокий вдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как? Нормально, твар действует. Кровотечение началось? Сильное. Может, за его новым сбегать? Так, будешь меня доставать с расспросами, я тебе больше вообще ничего не скажу. Слушай, разбуди, пожалуйста, Надю. А то она так может до обеда проспать. Скотч есть? Скотч. Торви кусочек. Держите его, чтоб не дергался. Ну? Готов? Мама, что это там у тебя? Да, я тоже хочу попробовать. Не-не-не, это... Нет, это для взрослых горько и невкусно. Вот зачем ты тогда это пьешь? Чтобы быть красивой и молодой. Молодой. А это, что папа тебя всегда любил и никогда не разлюблял, да? Можно и так сказать? Скотч? А что, так можно скотчем? Есть другие приложения? Ну, так, полегче. Вот. Дыши. Только без фанатизма. До больнички доедите, там разберетесь. Следите, чтоб воздух здесь не проходил. Да, давай сюда. Держи. Вот так вот. Держи. Все хорошо. Симочка. Доченька. Я тебе чайку сделала с мятой. Творожок вот принесла от бабы Милы, свеженький. Чтобы селенки восстанавливать. А папа тебе таблетки привез из города. Нервы успокаивают. Димочка. Ну все, давайте грузить ее. Слушай, можешь тебя на пару слов? Тут такое дело. Нельзя ехать к больнице. Проблема у него с законом. Уголовка? Да нет. По глупости влип. Теперь он бегает. Слушай, может, ты его возьмешь куда-нибудь на время, пока на ноги не встанет? Куда я его возьму? Мне только фельдшерский пункт, а вообще ничего нет. Ну я что смогу, достану. Лекарства, инструменты. Ты только возьми к себе паренька. А чего ты так о нем печешься? Да племянник он мне, понимаешь? Брат умер. Ну вот, я теперь для Яшки вроде как отец. Ну, не откажи, друг. Я в долгу не останусь. Про внука Асташкова слышал? Дорож все слышали. Участковый первым делом к нам с проверкой пришел. Он, кстати, в курсе, что Яшка в розыске. А ты чего про это спросил-то? Парень у вас тут один работает, Тимофей. Хочу про него больше узнать. Ага. Ну ясно, к чему ты клонишь. Ладно, давай так. Ты Яшку лечить берешься, а я тебе все про Тимоху выкладываю. Везет? Ну а в деревне сам знаешь как. Глаз не на кого положить. А Тимоха парень видный. Ну и случился у Симочки, а Сташку с ним роман. Осторожно, мы так твоего Яхова не довезем. Яма не видишь, что ли? Сейчас влетели. Ну и вот. Узнал Петр Петрович про Симочкины шашню. Ну и голову у него снесло. Ну тип нездоровые отношения и все такое орал, как резан. И отправил свою дочку учиться в райцентр, чтобы подальше от Тимофея. А его, получается, с работы не выгнал? Нет, зачем? Оставил. Симох парень рукастый, пушковитый. Такие работники знают, что на руки не валяются. А чем Тимофей не угодил Асташкову в качестве жениха? Да разница у них в возрасте с Симочкой большая. Не все это могут принять, понимаешь? А не знаешь, как Тимофей отнесся к рождению ребенка? Да знал бы, если бы на работу ходил. А так исчез. Давно уже не появляется и телефон не отвечает. Все, приехали. Я уже не помню, когда последний раз дома готовила. О чем же вы мужа кормите? А вы знаете, он человек самостоятельный. Может сам себя приготовить. Я ведь не домохозяйка. Тоже работаю. Тоже устаю. Но семьей, как я понимаю, вы не особо занимаетесь. Иначе вы сюда не прискакали. Пойду я, наверное, прогуляюсь. Вам же помощь моя не нужна. А справлюсь. Угу. После привязки забирайте его домой. Мне лишние проблемы не нужны. Ага. Понял. Угу. Добрый день. Здравствуйте. Как дела, Сережа, у тебя? Работаю, как видишь. Ранение? Моторакс. Производственная травма. А ты что, сам воздух откачивал? А что, думаешь, были какие-то другие варианты? А, ну-ну. Продолжай в том же духе. Так, Федор, иди подожди в машине. Понял. Ты же сегодня должна уехать. Чего не уехала? Я не могу так уехать. Юля, прошу тебя, пожалуйста, уезжай, уходи. Ладно, давай я помогу тебе, раз уж я здесь. Ну, давай, давай. Тетя Ань, а почему у тебя нет мужа? Не нашла. Ты никогда никого не любила? Любила. Любила. Просто это было очень давно, я была совсем молодая. Ты сейчас молодая? А что стало с тем, которого ты любила? Он уехал в другой город. Бросил тебя? Нет, просто так было нужно. Стучу, стучу, а вы не слышите. Трапезничаете, значит? Ты проходи, Евдохия Григорьевна, садись. Пришла справиться. Как у тебя дела, Ксения? Надюш, Ань, входите погулять. Ладно, пойдем, Надя. Я сама состава уберу. Ну что, хочешь, пойдем в библиотеку порисуем или еще что-нибудь придумаем? Нет, я лучше на велике покатаюсь. Уверена? Ага. Хорошо, только далеко не уезжай, ладно? Если захочешь, приходи ко мне. Угу. Мы будем в библиотеку. Спасибо. Ань. Хорошо, хорошо. Много? Ну так. Ручьем не течет. А сама как? Слабость, но терпимо. Слабость это нормально. Тебе еще надо пару раз настой выпить, который я тебе давала, чтобы все вышло. Ты пнем-то не лежи. Ты что-нибудь поделай, поприседай. Когда все выскочит, тогда можно будет полежать, крапивки выпить. Крапивки? Зачем крапивки? Чтобы кровотечение остановить. А то так у тебя вся кровь вылится. Потерпи еще немного. Ты как? Нормально. Хорошо. Сейчас шов закроем и все. Сергей. Анна, добрый день. Вы на перевязку? Нет, по другому вопросу. Я могу вам чем-то помочь? Сергей Сергеевич занят. Нет, отлично. Сейчас закончу и поговорим. Подождите на улице, пожалуйста. Не знайте, доктор не сувалился? Должен уже скоро. Антибиотики принимать, как я написал. Ага. Если дети за швами, будут кровить сразу ко мне. Понятно. Переброс растется. Проблем не должно быть. Держите. Спасибо. Спасибо огромное. Век не забуду. Ты перечеркиваешь этим все свое будущее? Может, наоборот. Я вижу свет в конце тоннеля. Если кто-то об этом узнает, тебя не возьмут ни в одну московскую клинику. С чего ты видела, что это собираешься? Анна, пойдемте. Давайте рассказывайте, что у вас случилось. А я пока переминтую вам руку. Нет. Большое спасибо, но нет. Мало времени. Я очень переживаю за Ксению. С ней может случиться что-то страшное. А именно? Бабка Едокия делает ей аборт народными средствами. Это же опасно, да? Не то слово. Она меня не слушает. Надо что-то с этим делать. У нее дочь. Ты что у Ксюхи делала, а? Ведьма проклятая. Ошибки твои исправляла. Ребеночка девки нагулял. Чуть всю жизнь не поломал. Что она в тебе нашла? Что ты несешь? Какого ребеночка? Какие ошибки? Будто ты сам не знаешь, как от греха дети заводятся. Что? Ты что там делала? Ты что натворила? Ты на меня голос-то не повышай. Ты у себя спроси, как так вышло? Что девке после тебя такие муки пришлось терпеть? Побоялся хоть бы Бога. Господи, прости. С мужем и женой шашня заводить. А это не твое дело, дура старая. А за ребеночка моего ты ответишь? Век не прощу. Пу! Пу! А за ребеночка приносли, М-м-м! М-м-м! Ксюша, Ксюш, Ксюшенька, Ксюша, родная моя, милая! М-м-м! М-м-м! М-м! М-м! Зачем ты это с собой сделал-то, а? Ксюш! О, Господи! Зачем ты это с собой сделал-то, Ксюш? Ксюш! Ну, нет, нет! Потерпи, потерпи, потерпи! Сейчас я что-нибудь придумаю! Сейчас, сейчас, родная моя. М-мама, мамочка! М-мама! Тихо-тихо! М-мама! Дожди, Надя, не трогай! Сейчас! М-мама! М-мама! Все будет хорошо, все будет хорошо. Мама, ну держись! Что это? Что это? Серега в дверь! Ну, все, что ли, взяла-то? Да не надо тебе старые, мне завтра свежие привезут, возьмешь. Свежие? Ну, нормальные. А вот эти? Вкусные? Пробовала? Я пирожные больше люблю, с кремом. Ой, для кого стараетесь, Андрей Витальевич? В библиотекарше, что ли, конфетки-то выбираете? Да хотя бы и ей. Зря все. К доктору она бегает. Ну, не берите в голову. Ну, не одна жена такая на свете. В нашей деревне есть еще привлекательные женщины. КОНЕЦ 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 Щас, 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 щас! Ну, что там? Заткнись! Ну, что ты колдуешь? Ну, можно побыстрее? Я тебя выгоню отсюда. Сейчас все будет хорошо. Щас. Кровь плохо сворачивается. И что, она умрет? Гиперлимию надо остановить. Ага. Я сиди сюда. Пока эти идиоты едут, он точно умрет. Пробуем прокапать. Ксюша, ты только живи, ладно? Ты только живи, пожалуйста. Что ты смотришь? Да, люблю я ее вот так. И что? Втрескался идиот. Не могу. Задыхаюсь. Жить без нее не могу. Хотел разлюбить. Бросить. Не получается. Щас, 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 щас будет. Щас, щас, щас будет. Но тебе же все равно... Ты же не знаешь, что такое любовь. Давай. Давай, делай! Да только живи. Живи, родная, блин. Ксюша. Надюша. А чего это вы папку из больницы не встречаете, а? Девчонки! Девчонки, вы где? Девчонки. Девчонки! Девчонки! Алло, Андрей. Это Николай. Да, вернулся. А у меня тут... Что-то непонятно. Ну что? Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Что с ней? Нужно срочно переливание крови. Другого шанса нет. Все вопросы потом. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо! Коля! Все, Николай! Успокойся! Саша! Все! 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 Как ты, vashter, где у тебя движутся? Для конак всей души нет! Для поднятия боевого духа. Спасибо, Андрюша! Малая. Это тебе. Волшебная. Как это? Ну, так? Если загадать желание и съесть, то желание обязательно сбудется. У меня только одно желание. Чтоб мама моя жила. Так оно и будет. Не обещаешь? Да. У тебя вторая отрицательная. Нужно еще проверить на совместимости и... Сергей, времени нет. Сергей, я не буду мешать. Только так постою. Мне надо ее видеть. Давай. Миленькая моя. Родная. Только не оставляй нас. Я ради тебя все, что хочешь, сделаю. Ты только не уходи. Прости меня за все, родная. Слышишь? Прости. Коля. Да-да. Я все. Молчу, молчу. Просто хотел, чтобы она знала. Это важно. Это важно. Это очень важно. Молчу, молчу. Я не могу. Я не могу. Я тебе убираю тебя. Да. Юль, не расстраивайтесь, все у вас наладится, жизнь длинная, Бог даст, обретете свое счастье. Я не понимаю, я не понимаю, почему нельзя все вернуть, мы ведь подходим друг другу, глупо это терять, почему нельзя простить, да я совершила ошибку, а кто святой? Святых среди нас нет, но не каждую ошибку можно исправить, это надо понимать. Прошлое не вернешь. А если любишь, если любишь, отпусти, не настаивай. А там уж как-то судьба решит. Юля, простите меня. Субтитры сделал DimaTorzok Доченька, мы тебе поесть перенесли. Семешка, будь умница, ты же взрослая девочка, выпьи таблетки, поешь, нельзя так себя изводить. Мне нужен Тимофей, я хочу поговорить с ним. Нет его. Что? Он уехал, скрылся, исчез, пропал. Как пропал? Что ты с ним сделал? Я хочу его видеть, я хочу его видеть! Где мой Тимофей? Убийца! Убийца, это ты! Где мой ребенок, где Тимофей? Сима, спокойно. Спокойно, Сима, спокойно. Девочка моя! Отойди от меня! Отойди от меня! Зачем вы меня загубили? Сима, успокойся! Успокойся, я тебе говорю! Сима, все, не врачи! Ты же не хочешь, чтоб я тебя связал? Сима! 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 Тихо! Надо что-то делать, так дальше невозможно! Это все, что я смог сделать. Ксюша, ты меня слышишь? В рамках! Сима,ふём! Ксюша, может, я все-таки с тобой поеду? С Надей останься, все мною все в порядке будет. Поехали. С тобой у меня будет серьезный разговор. Давайте не сейчас. Пойдем домой, пожалуйста. Пойдем. 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 Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой. Если бы она себя наложила, у меня одна дочь, и я ее обязан защищать и беречь. Вы ее гробите, а не бережете. Сильев. Отстаньте! Отстаньте от меня! Все, я вас ненавижу! Я ненавижу вас всех, предателей! Я ее заберу отсюда. Ну вот еще. Кто тебе позволит? Не хотите узнать, как дела на зоне, Петр Петрович? Ваши действия тянут на статью. А твои? А мне уже терять нечего. Петр Петрович. Я не знаю, что ли. Я не знаю, что ли. Я не знаю. Я не знаю, что ли. Я не знаю. Это Сима, у нее беда. Да знаю я Серафиму Асташкову. А что, сам справиться не мог. Не мой профиль. Но я ведь тоже травками да разговорами. Да я вам верю. Сам не знаю почему, но верю. Может, потому что на очной медицине не все по телу. Нужен синтез. О, Гриш, я вот тебе травки передавал. Не помогли? Если честно, я их не пила. Это плохо. Но то, что честно, хорошо. Ладно, пойдемте в дом. Постараюсь помочь Серафиме Петровне. Спасибо. Вот попей, девонька. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине души моей, сказал Лев Николаевич Толстой. А у тебя таких возможностей много. Жизнь длинная. Душа твоя светлая. Все образуется. Все наладится. Ты только верь в себя. И слушай свое сердце. Какой вкусный чай. Никогда такой не пила раньше. Душа твоя чает. Успокоение. Дай ей отдых, Серафима. Отпусти свои заботы. Любовь. Во всем мире только любовь. Нет ничего сильнее любви. Нет ничего страшнее любви. Это в тебе говорит обида. Она не дает тебе быть счастливой. Прости всех тех, кто сделал тебе больно. Прости их всех. И все наладится. И сын твой найдется. Просто поверь мне. Поверь, будет так, как я сказал. Устала. Надо тебе поспать. Марьяна тебя проводит. Иди с ней. Не бойся. Иди. Иди. Иди, девонька. Иди. Поспать. Спать. Как вы это делаете? Гипноз, волшебный чай. Я не понимаю. Все секреты здесь, Сереж. Нужно просто ощущать. Диагностировать не головой, а сердцем. всем существом. Это все красивые слова диагностировать сердцем. Техника. Есть какая-то техника? Вот как ты позволишь себе любить. И все поймешь. И все поймешь сам. И никакой техники не надо будет. И все вопросы твои осыпятся, как карточный домик. Как ты? Как выкинули? Что? Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Алло! Да! Не слышу вас! Сейчас! Алло! Алло! Вы сколько там ее продержите? Ага, понял. А какой диагноз? Выяснили, почему кровотечение? Нет, не знал. Что? Беременность? Какой аборт? Я не волнуюсь, просто… Я думал… Спасибо. Я… Ага, понял. 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 Ох… Убью ведьму… –Вась, сыночек, а ты куда? – Ага, аа? «Ты куда?» «Ты куда?» – Подожди. –Подожди. И топор зачем взял? Убью ведьму, проклятую! Не смей, Вась, ты что, хочешь меня одну оставить? Я еще после отца не оправила, а теперь ты... Пусти! Посадят же! Ну и пусть! Зато эту мразь земля на себя носить не будет. Никуда не пойдешь, не пущу! Пусти! Еще из-за этой ведьмы сына лишился! Пусти! Дед! Родники мои! Васечка, пожалуйста, пожалей ты меня! Бог есть судья! Ну не губи ты свою жизнь! И мою тоже! Родники мои, Валенька! Ладно. Только ради тебя, мать. Да. Убивать не буду. Ага. Хорошо, Сонечка, хорошо. А дом нет точно. Спалю. Надеюсь, ты больше не будешь придумывать поводы, чтобы задержаться здесь. Не волнуйся, Иванов, я завтра уеду. Только вот ты с чем здесь останешься? Так и будешь бегать по деревне и сзади всем подтирать, как сопля-координатор. Ну просто герой местного масштаба. Только знаешь что, Сереж, чтобы фельдшером быть, много ума не нужно. Это в Москве надо на пупе вертеться, доказывая всем, что ты чего-то стоишь. А в деревне тебя и так все готовы облезать. А что ты молчишь-то, Сереж? Разве я не права? Тебе нужен мой ответ. По-моему, ты и так прекрасно справляешься. О, а знаешь, почему ты так говоришь? Потому что ты боишься. Боишься вернуться в Москву. Боишься, что снова придется доказывать всем, какой ты хороший хирург. Ну что делать, Сережа, это жизнь. Без этого ничего не добьешься. А с чего ты решила, что я хочу чего-то добиться? А потому что я не верю, что тебя это устраивает. Засел в глуши, перевязки делаешь. Сережа, да неужели ты счастлив, Сережа? Ты же врач. Ты прекрасный, талантливый доктор. Ну хорошо, ты о матери подумай. Ей же в Москву надо на операцию. А она что, ветра по деревне с водой таскает? Да картоху на сале жарит. Сережа, ну чем ты ей здесь поможешь? Не пиявками же ее сердце лечить. Господи, Сережа, ну что тебе здесь? Эти деревенские тебя первые сдадут. Какой прекрасный доктор нас по поддельной справке лечит. Люди по своей сути продажны. Тебе виднее. Сережа, милый мой, любимый мой, пожалуйста, давай уедем в Москву. Начнем все сначала. Я помогу тебе. Все сказала? Как Engдякова. DB insan. Все салonse. Wir после лечения дела? Все приехали на семер Не надо. Перестань, возьми. Это я тебе должен. Сам знаешь за что. Убери свои деньги. Пригодятся. Хорошей дороги. Наверное, не стоило мне приезжать. Да? Стасу привет. Я сначала отца послушала. Дура. Он говорил, мол, надо учиться. Все еще впереди. А ребенок только обузой будет. Мама что говорила? Она во всем отца слушается. Хотя, мне кажется, она не была против ребенка. Но отец настаивал. Он ведь даже в дом малютки ездил и договаривался заранее, чтобы они ребенка взяли, когда я рожу. Тимофей об этом знал? Сначала нет. А потом со мной как будто что-то произошло. В голове как просветление какое-то. И я вдруг подумала, что я делаю? Зачем отца слушаю? Это же моя жизнь. Это мой ребенок, мой любимый мужчина. И тогда я ему позвонила и попросила прийти. Это было как раз после того, как вы с вашей помощницей ушли от нас. А ты что здесь делаешь? А ну пошел вон. Чтоб духу твоего рядом с моей дочерью не было. Я хочу увидеть Симой своего ребенка. Чего? Проваливай, я сказал. Раньше надо было думать. Теперь без тебя разберемся. Пусти. Ты что, щенок, бороться со мной сдумал? У меня там ружье. Я стрельну, пикнуть не успеешь. В лесу за рою никто не найдет. Отца не свернуть. Если он решил, все. Утром было решено, что он поедет в дом ребенка и отвезет туда моего сына. А когда я проснулась, малыша рядом не было. Может, отец отвез его, пока ты спала? Нет. Отец сам был в шоке. Ведь у него был такой прекрасный план. Он тайно сдает внука в детский дом. На всю деревню громко заявляет о пропаже. Зацепа делает вид, как будто произошло похищение. А на самом деле малыш просто в детском доме. Подожди, участковый был в курсе? Да. А когда утром обнаружилось, что малыша нет, отец с ума не сошел. А теперь мы все не знаем, что и думать. Ты понимаешь, кто мог украсть ребенка? Тимофей? Я думаю, так и есть. И поэтому Тимофей теперь прячется. Мы должны найти его. Он же не сможет один позаботиться о сыне. Ему нужна я. Я же мама. А если с моим сыном что-нибудь случится, как же я теперь живу? Все будет хорошо. Сколько тебе Сташков заплатил? Ты что, Серега, о чем речь-то? Ты знаешь, о чем я. Слышь, ты руки-то убери, я лицо при исполнении. Это тебе и добавит срок. Лицо при исполнении. Ты что творишь такого? Я тебя за такие дела привлечь надо! Скотина. А мне казался нормальным мужиком. Что ты сделал? Да ничего я не делал. Ничего я не делал. Тем более, ребенок пропал. Без участия Сташкова. Да? Если бы Сташков его в детский дом отдал, ты бы делал вид, что ребенка украли? Слушай, Иванов, ты же не знаешь, как Петрович переживал из-за этой истории. Симка девка молодая. У меня вся жизнь впереди. А здесь ребенок. От мужика, который на 15 лет старше ее. Так что, как отца, его понять можно. Да. Особенно, когда отец денег отвалил. Каких денег? Это несешь! Петр Петрович для нашей деревни знаешь, что только делает? Он твой пункт фельдшерский отремонтировал. Клуб обещал восстановить! Поэтому не суди, Иванов. Понял? Тем более, ребенка действительно украли. Догадываешься, кто? Ты искал Тимофея? Искал. Пока безрезультатно. Значит, будем искать вместе. Почему ты ничего не сказала про ребенка? Зачем? Ну, он же был мой. Да? От меня. Ну, да. Не могла же ты от мужа алкаша забеременеть. Он, наверное, давно уже ничего не может. Не могу, Остя. Нет, не без тебя жизни, слышишь? Люблю тебя. Все. Все изменилось, я изменился. Клянусь тебе. Твоя любовь меня изменила. Любое к тебе, слышишь? Люблю тебя, родная. Люблю тебя. Сима не хочет возвращаться домой. Она считает, что вы сломали ей жизнь. Глупо еще. Любовью нельзя сломать жизнь. А я свою дочь люблю. Больше всех на свете. Это эгоизм, Петр Петрович. Вы хотите привязать сему к себе, и чтобы она плясала под вашу дудку. А любовь, это когда человека принимают таким, какой он есть. Детям нужно давать право на их опыт и их ошибки. Сима подросла. А вы этого даже не заметили. Теперь она решает, как ей жить. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее она к вам вернется. И тогда, может быть, у вас будет шанс не потерять ни дочь, ни внука. Да, Андрей. Связь плохая. Повтори еще раз. Нашел? Это где? В соседней деревне. Вон бандит. Только у меня на руках засыпает. Неужели сами справились с грудничком? Сестра моя помогала. Она у меня хорошая. Что? Тимофей, нужно вернуть ребенка Симе. чтобы ее отец сдал моего сына в дом малютки. Я думаю, Осташков многое понял за это время. Не волнуйтесь. Но как он насчет меня терпостать не дает. Ведь я, получается, похитил ребенка. Я не заводил дело. Можете быть спокойны. Ну, хватит. Хватит возмущаться, сынок. Папа рядом. Все будет хорошо. Как дела, Симочка? Странно. На душе вдруг как-то спокойно стало. Светло. Так и должно быть. Только я тут мальчика видела. Откуда он здесь? Это видение. Так бывает. Не бери в голову. Да, точняк. Здесь есть тайный ход. Можно спрятать вторую подсказку. И на этом квест закончится. Потому что кроме тебя этого хода никто не знает. Побеждает хитрейший, детка. Приз всего лишь один. Может, тогда тебе его и отдадим? Давай все-таки придумаем другое место, Миш. А то ребятам будет неинтересно. Ладно, да. Ну, с вами можно. Пошли в теории под мостом. Что это? Сюрприз. Это куриный бог. Он приносит счастье. Дарю. Спасибо. 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 Иди, Симочка, не бойся, начинается твоя взрослая жизнь, пусть она будет счастливой, девочка. Симочка, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Симочка, не бойся, не бойся, не бойся. Симочка, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Симочка, не бойся, не бойся. Симочка, не бойся, не бойся. Симочка, не бойся, не бойся.